Всем привет, призыватели! Сегодня мы поговорим о пяти сломанных пиках на бот. Ну что же, поехали. Самира и Релл будут первыми, о ком пойдет речь. Да, Самиру не слабо так занерфили, но она все еще сильна и может наказывать врагов даже в начале игры, благодаря высокому урону, хорошему врыву и эскейпу. Релл же хороша в этой связке тем, что дает нужный для Самиры время и контроль, с помощью которого она с легкостью может подскочить на пассивки. Такое количество контроля, сколько есть у них на двоих, будет пережить не так уж и просто. На Релл из Рун мы будем брать Дрожь Земли, Живой Источник, Пластины и Разрастание. Во второй ветке Печеньки и Космическое Знание. Из предметов это Древний Щит, Солярка для Сейва Самиры, Сапоги по Ситуации, Зиг, Клятва Рыцаря и Шиповка. Для Самира же будем брать Завоеватель, Присутствие Духа, Родословную и Последний Рубеж. Во второй ветке Вкус Крови и Ненасытный Охотник. По предметам это Арбалет Бессмертия, Наголенники Берсерка, Коллектор, Грань, Кровопийца и Ангел, вместо которого есть и ситуативные предметы. Следующими на очереди будут Люциан и Нами. Эта связка очень сильна в начале и готова к любым трейдам. Е или Ку плюс пассивка Люциана это уже немало урона, а под Ешкой Нами так и вовсе тонны урона. Но вот стоит вам поймать контроль и хил Нами плюс комбо Люциана и вы точно попрощаетесь с жизнью. Тут главное понимать свои лимиты и не более. Также старайтесь как можно чаще навязывать размены с самого начала игры, ведь на этом этапе вы в разы сильнее многих других. На Нами мы будем брать Пушинку, Поток Маны, Превосходство и Ожог для Большего Хараса. Во второй ветке Печеньки и Космическое Знание. По предметам это Клинок Похитителя Магии, Лунный Посох, Иониски Сапоги, Кадильница и Искупление. Люциану же берем Решительное Наступление, Присутствие Духа, Рвение и Удар Милосердия. Во второй ветке Вкус Крови и Ненасытный Охотник. По предметам Кракен, Ноголенник и Похититель Сущности, Клинки Навори, Грань и Глашатая. Кейтлин и Моргана, наверное, являются своеобразной классикой на боте. Их кумбу через Рут и Капкан знают все, но помимо этого, щит Морганы дает свободно настреливать Кейтлин. При этом оба имеют высокий урон уже с начала игры. Каждый раз, когда Моргана попадает во врага своей кушкой, вы будете осносить лицо врагу, так что ему придется уходить с линии. Ганги Нават сделает также почти нереально из-за щита Морганы. По рунам на нее нас интересуют Комета, Поток Маны, Превосходство и Ожог. Далее Печеньки и Часы. Из этого мы вберем Клинок Похитителя Магии, Мандат для Пущего Урона, Сапоги на Скорость, Жоню, Морелку и Искупление. Для Кейтлин берем Лавирование, Присутствие Духа, Родословную и Удар Милосердия. Во второй ветке Плащ и Борю. По предметам это Сила Шторма, Ноголенники, Бритва, Пушка, Грань и Глашатый. Лолу зачастую привыкли видеть в дуо с Когом, но с Войной они пара не хуже. Лолу может с легкостью компенсировать начало войны, а та в свою очередь с легкостью убить врагов. Вэшка Лолу будет юзаться не только на врагов, но и для того, чтобы ускорить войну. Ведь это именно то, чего и не хватает в начале игры. Щиты и ульта же дадут тонны выживаемости. А с учетом того, как часто игроки за войн заходят через свой ульт во врагов, то можно и контроль по ним выдать. Руны на Лолу это Пушинка, Поток Манны, Превосходство, Ожог, Печеньки и Космическое Знание. Предметы это Клинот Похитителя Магии, Лунный Посох, Ионистские Сапоги, Кодильница и Искупление. Для войны это Решительное Наступление, Сверхлечение, Удар Милосердия, Вкус Крови и Ненасытный Охотник. По предметам Кракен, Наголенники, Призрачный Танцор, Грань, Глашатый и Кровопийца или Ангел. Кайса с Наутилусом тоже хорошо на боте. Кайса и сама по себе очень сильно, и все, что ей нужно, это настакать свою пассивку. В чем Наутилус ей сильно помогает количеством своего контроля. А помимо этого, у него вначале еще и высокий показатель урона. В отличие от той же Леоны, Наутилус это более простой, но не менее сильный пик. Файтой же просто дайте Кайсе настакать свою пассивку, и будет обоим счастье. На Наутилуса нужны следующие руны. Дружь Земли, Удар Щитом, Пластины, Неустрашимость, Космическое Знание и Печеньки. По предметам стандартная для танка саппорта. Для Кайса по рунам и предметам все тоже стандартно. Не будем тратить ваше время, уж слишком популярная она сейчас. Последнее, о ком мы поговорим, это Серафина и Свейн. Серафина в роли АДК уже успела прижиться, а саппортом Свейна ее пробелы легко закрываются. Вместе их возможности паука и разменов реально страшны, к тому же синергии скиллов довольно хороши. С Вейну по рунам мы будем брать Казнь Электричеством, Грязный Прием, Коллекцию Глаз, Абсолютный Охотник, Часы и Космическое Знание. Предметы это Клинок Похитителя Магии, Леандри, Сапоги Чародея, Жонни, Морелка и Объятия Демона. Для Серафина же берем Пушинку, Поток Маны, Превосходство, Ожог, Печеньки и Космическое Знание. По предметам это Лунный Посох, Леониские Сапоги, Разъедатели Ликодельницы по Ситуации, Жонни и Микаэль или Искупление. Ну что же, а кого вы берете на Будо? Ну или считаете реально сильным пиком? Расскажите об этом в комментариях. А с вами была Улулос и команда Рэйда. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Также можете поддержать канал по ссылке в описании или закрепленном комментарии. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова